Здравствуйте, мои дорогие овны! Этот прогноз для вас на май месяц 2024 года. Сейчас посмотрим, что нашим овнам посоветуют в карте. Итак, первый аркан. Что может ожидать? Вылетела сама по себе. Будьте внимательны. Пятерочка почему-то вылетела. Мечей. Она может говорить о каких-то манипуляциях, некрасивых поступков у вас за спиной, предательства, интриги. Будьте внимательны. Может быть, вам нужно будет участника, может быть, вы будете какого-то спора, который очень неприятный. Может быть, вы окажетесь победителем в этом споре, но он с осадочком. Поэтому будьте внимательны. Обращайте внимание на то, что делается вокруг вас, что говорят вокруг вас. Думайте, что вы делаете, чтобы не нанести урон своей репутации. Потому что так как некрасивые поступки могут вас спровоцировать, чьи-то некрасивые поступки на что-то такое. Ну и, как я уже говорила, вы можете стать жертвой некрасивого поступка. Так, это вылетело само по себе. Идем дальше. Что может ожидать? Что такое? Тут колесо фортуны. Ну, значит, с этой всей ситуацией вы справитесь. У вас будет шанс. Может быть, даже после такого, может, у кого-то скандала или ссоры, или выяснение каких-то обстоятельств. Вы даже, у вас появится новый шанс, новый жизненный даже какой-то круг, который вам удача будет давать, жизнь будет давать такую удачу. Если вы воспользуетесь, вы не или нет, это ваше право. Но, тем не менее, колесо фортуны говорит о счастливом случае, об удаче, о путешествии, о поездке на колесах, о покупке машины, автомобиля, о везении. Но не забывайте, это еще говорит об азарте. Азартным людям будьте внимательны к своим каким-то азартным привычкам. И это, да, перемещение на колесах и покупка автомобиля. Так что, думаю, что вы справитесь. Так, овны. Карты прям вот хотят, чтобы больше арканов было у вас на май месяц. Так, начинаем. Здоровье. Вопрос о здоровье. Что может ожидать наших овнов в мае месяце? Здоровье. Вот эту. Пауза. Четверочка мечей. Восстановление сил. Ну, может быть, кстати говоря, после какого-то такого вот неприятного случая, ситуации, выяснения, и тут тоже говорилось о путешествии, может быть, вам и стоит задуматься овны о путешествии, о отдыхе. Потому что четверочка мечей говорит о паузе, восстановлении сил, о перерыве. То есть, так как мы сейчас говорим о вашем здоровье, поэтому будьте внимательны к своему здоровью. Ему нужен отдых, организму нужен отдых, вернее, не здоровью, чтобы восстановить силы, восстановить ваше душевное и физическое состояние. Потому что, скорее всего, у вас такое состояние, что вам необходим отдых, необходимо сделать перерыв, восстановить силы, здоровье, отдохнуть, сделать перерыв, обязательно отдохнуть. И если есть какая-то проблема, решить ее вот таким образом, отдыхом. Вот так вот ее решить. И вот так вот вы восстановите свое здоровье. Проблему решайте сами, слушайте своего сердца. Не нужно слушать чьих-то советов, вы сами найдете ответ. Но вам нужно отдохнуть. Вопрос о здоровье, повторюсь, нужно отдохнуть. Следующий аркан у нас овны, это успехи или неудачи в финансовой сфере. Но надеемся, что будут удачи, что вы отдохнете, овны, и будут удачи. Да, вы восстановите силы, отдохнете. И с новыми силами, с новым энтузиазмом, с новыми какими-то решениями, действиями, вы войдете, так сказать, в работу. То есть после того, как восстановите силы, у вас появятся новые идеи, какие-то поездки, командировки, много дел, много общения, много, опять же, перемещений. И у вас будет на это силы, энтузиазм, потому что вы отдохнете, я так понимаю. Поэтому тут все должно получиться. Новые идеи, быстрые решения, что-то быстро будет решаться, неожиданные встречи возможны. Также, может быть, если у вас будет отпуск, то он тоже будет обещать, знаете, такие хорошие впечатления. Ну, может быть, командировка, кстати, тоже. Если по работе это касательно, то если командировка, то будет хорошее, приятное, и все получится. Так, что может ожидать наша комната в мае месяце на личном фронте? Ой, тут какая-то печалька. Ну, кстати, печалька не будем, это не такая печалька, которая совсем-совсем-совсем печалька. Знаете, может быть, какое-то, да, разочарование, печаль, когда, ну, кто-то поступил не так, как вы ожидали, кто-то что-то сделал не так, как вы хотели, вы устали. Или, вот, кстати, уважаешь, тут все равно нужно отдохнуть, усталость. Какие-то могут быть разочарования, небольшие потери. И это все связано с тем, третий аркан, который, в принципе, пришла моя кошка, которая мешает делать расклады. Аркан, который говорит о том, что вам нужно отдохнуть, восстановить силы. То есть обязательно вам нужен отдых, овны, это уже же, говорю, даже вот какой аркан. Вам нужно даже дома просто побыть, устроить какие-то выходные под одеялом, знаете, посмотреть любимый сериал. Если бы она просто сидела, она начинает вот приставать ко мне. Прошу прощения, сейчас заберу. Ой, бусинка. В общем, овны, отдыхайте, вам нужно отдохнуть. Поэтому из-за этого вам даже может быть и в личном плане показаться что-то намного хуже, чем оно есть на самом деле. Вот когда вы отдохнете, у вас появится новое видение этого вопроса. И даже вы поймете, что есть из-за чего. Может быть, да, вы сейчас какие-то переживаете моменты, проблемы, прокручиваете их в голове. Но вам нужно отдохнуть, чтобы от всего этого отдохнуть. От всего. Так, овны. Следующий. Продвижение по служебной лестнице или какие-то рабочие моменты. О, здесь возможен, знаете, перемены. Вот, следующая прошла кошка. Значит, уход от кризисной ситуации, передвижение, перемещение, даже переселение в другой город, например, или страну. То есть, это что-то связано даже вот с разрывом. То есть, это может быть, ушли с этой работы, не понравилось. Ушли от конфликтной ситуации, когда надоело что-то постоянно выяснять, доказывать, рассказывать. И решаете идти к лучшей жизни, к своей мечте. Вот шестерочка мечей, после нее всегда идет замечательный аркан. Он говорит о том, что у вас пришло, может быть, время двигаться к своей мечте, двигаться дальше. Здесь вам что-то не нравится, что-то не устраивает. Не знаю, зарплата, коллектив, еще что-то, место. И поэтому этот аркан может говорить о перемещении и об уходе от конфликтной ситуации. Естественно, о перемене работы. Сейчас еще один аркан достану. Видите, вот, нельзя, говорю, всегда после этого лучше. И здесь восьмерка Пентакли, это карта мастера, карта выполненной мастерской работы. Это когда вас ценят. Вы, если уйдете, то вы уйдете на лучшую работу, в лучшее место, где вам будут платить больше. Но вот всегда, вот, после этого аркана лучше. А у вас прям именно связано с работой аркан выпал. Восьмерка Пентакли, замечательный аркан. То есть, если вы решите все-таки уйти, переселиться, переместиться, уйти на другую работу, разорвать даже с какими-то партнерами отношения. Это может быть не обязательно. Вы, может быть, с кем-то разойдетесь в своей работе. То у вас будет только лучшее. Вы научитесь больше, вы будете получать больше. Вас будут ценить больше, платить больше. И ваша настойчивость и трудолюбие вам помогут. И так, чего вообще ожидать нашим Овнам от месяца мая? Ну, победители Овны, все. Месяц обещает быть, конечно же, сложным. Тут нужно обязательно отдых. Не забываем паузы, здоровье. Думаем о здоровье. Потом с новыми силами, энтузиазм вперед. На личном фронте нужен отдых. Может быть, даже со своей второй половинкой куда-то поехать отдохнуть. А то вдруг вас кто-то разочаровал. Нужно все-таки отдохнуть, переварить эту ситуацию. Дальше по работе. Даже если вы расстанетесь, уйдете, перейдете и так далее, то вы все равно остаетесь с лучшим, уходите к лучшему сторону. И главный аркан этого месяца для наших Овнов – огонь, победители. Вы на коне. Люди признают, что вы молодцы. Вы все правильно делаете. Вы победители. Это хорошие новости, хорошие новости. Передвижение, путешествие, триумф, победа, важное известие и исполнение задуманного. То есть тут просто, ну что тут сказать, вы на коне, свинцом на голове. Люди понимают, что вы молодец. Поездка, да, тоже может быть, как и по колеснице. Вот такой, я считаю, очень даже сложный, но замечательный. Главное, все хорошо то, что хорошо заканчивается. Так что получился очень интересный расклад для вас, умный. Желаю всего самого лучшего и до встречи на моем канале.